Вот какая интересная ситуация получается. Спонсор дал деньги Николя Саркази, а для того, чтобы деньги не отдавать, надо было спонсора разбомбить и уничтожить. Но в итоге человек пролетел как фанера и буквально над Парижем. Меня это исключительно порадовало, потому что Муаммар Каддафи – это тот человек, который за базар ответил. То есть, ну, сказал – умру на своей родине и умер. Мы вообще как бы за тех людей, которые отвечают за свои слова. То есть, автоцентр-фаворит, заявившись как крупнейший в городе, продолжает свое развитие. То есть, ну, помните, да, здесь были баннера, теперь убрали, закрепили металлические конструкции и сайдинг. То есть, дело идет. Дело идет еще не только потому, что здесь проводится вот эта реконструкция внешнего вида, а точнее, это завершение внешнего вида. Сегодня 7 мая. Большим и плотным потоком мимо автоцентра «Фаворит» в сторону озера Соленого проезжают дачники, огородники и садисты. Все те, кто понимает, что земля их прокормит. Потому что, сэкономив на еде и сэкономив, допустим, на дорогих маслах, можно жить и припеваючи жить. А если вы еще и захотите себя продвинуть, то к нам обращайтесь, и все у вас получится. И сегодня вместе с автоцентром «Фаворит» мы продвигаем масла «Манол». Моторных масел хороших в действительности очень много. И вы просто должны знать, что есть фирмы, производящие масла и покруче, чем Shell, Castrol, BP и другие раскрученные бренды. Да потому что там в разы проще организовывать продвинутое производство. Тем более, если была готовая база. Я вам сейчас расскажу немного того, чего вообще и не знаю. Как разваливать Советский Союз. Представляете, вот америкосы вместе там с англичанами, естественно, французы бы и не рыпнулись, приехали к арабским шейхам. Сказали, арабские шейхи, вот вам деревянные американские доллары, сделайте, пожалуйста, так, чтобы нефть стоила 10 долларов за литр. Вот так они и поступили. И в результате мы не смогли ничего им противопоставить, потому что больше ничего не производили. Кроме очень хорошей военной техники и сопутствующих товаров. Потому что военная техника должна была есть на хорошем масле. И заправляться высококачественным топливом. А иначе как? Меги могли надрать любые части тела всяким F-15-16. Но в итоге СССР они развалили, рухнула Берлинская стена. И в наследство Западной Германии досталась Восточная Германия с большим количеством высококачественных производств. И где-то в 90-х годах американская правительство поняла, что гораздо дешевле не развивать свою оборонку, а заплатить нашим демократам, чтобы они окончательно раздолбили остатки Советского Союза. И при этом на рынок выхлестнулось огромное количество свободных денежных средств. И люди начали заниматься бизнесом. Причем начали заниматься бизнесом в Восточной Европе. И в 93-м году на базе того, что осталось от хорошего Советского Союза, организовалась фирма СЦТ, которая затем уже начала производить большое количество разнообразной продукции. Эту информацию я подчеркнул, естественно, не из русскоязычных источников. И особая гордость у меня возникла, когда я залез на Амазон. Мне заинтересовал такой факт. А могу ли я купить в Америке, в той самой шикарной, богатой Америке, масла Manol? Оказывается, могу. В нормальных разливках. При этом, сравнивая цены топовых брендовых масел и масел Manol, я скажу, что цены абсолютно одинаковые. То есть для Америки разницы нет. Качество везде одинаковое, иначе по-другому сертификаты API не получишь. Другой вопрос, почему брендовые масла в России, сделанные за рубежом, стоят гораздо дороже, чем оно? Не понимаю. Но я обратил внимание на цену. Цена вопроса в Америке начинается от 9 долларов за литр. То есть, грубо говоря, получается, что 4-х литровая канисточка стоила бы 40 долларов. А я немножко ошибку допустил и признаю свою ошибку. Дело в том, что Америка тогда прогнула весь мир до уровня топлива 10 долларов за баррель. Понятно, да? Ну да ладно, не в том суть дела. То есть фирма так раскрутилась, что стала выпускать широчайшую линейку не только моторных масел, но и всех жидкостей, а также аксессуаров. А теперь особая гордость уже от «Фаворит». Вот этим настоящим сертификатом подтверждается, что фирма «Фаворит» является официальным дилером компании «СЦТ». И здесь вы можете купить все, что хотите импортное по цене дешевле, чем брендовое, но того же качества, а может быть и выше. Ну и для тех, кто все-таки любит в граммах и не хочет платить за пластиковую тару. Естественно, дешевле все это взять в виде разливного масла. И тогда получается, что заправка вашего автомобиля маслом «Манол» по горло, скажем так, 4 литра будет стоить 800 с небольшим рублей. Хотя, в принципе, здесь у постоянного покупателя скидки, естественно, вы получаете еще и 20-процентную скидку на проведенные работы. То есть 1000 рублей. И какой им экспресс-сервис нужен еще, где там непонятно кто, непонятно как делает. Здесь вы видели тех людей, которые работают, так что приезжайте сюда масло менять. Вместе с фильтрами. И об этом отдельный разговор, так как ни Шилл, ни Кострол, ни БиПи фильтров-то не производят. Ну и, конечно, чтобы разлить масло, мозгов особых-то и не надо. Вам бы казалось. Да и мне бы тоже. Ну, что сложного? Закупил, ну, допустим, там, грубо говоря, ну, 3-4 цистерны базового масла. Далил туда что угодно. Ну, допустим, либо это присадки на основе молибдена, либо еще какие-то, либо на основе кастролки. И получил либо Кострол, либо вот это как вот там, ну, не помню чего. В общем, по сути, базовых масел не так уж и много. А что такое базовое масло? Обыкновенное базовое масло, которое добывается из земли. Кое-кто туда добавляет масло после переработки. Есть такие товарищи. Вот. Но Ману этим не занимается. У них свои тараканы есть, и они достаточно хитрые. Но, чтобы понять ширину подхода к делу, эта фирма не остановилась просто на разливе масла, на розливе. И фаворит доказывает это вот этим широчайшим ассортиментом фильтров. Воздушные, масляные, есть еще и топливные. То есть вы, пожалуйста, не подумайте, что только Китай может делать все на свете. Да нет, в Европе все то же самое, в Америке все то же самое. Ничего сложного нет. Если ты берешь льготный кредит и спокойно, без нервотрепки, закупаешь оборудование, которое тебя оправдает. И в результате вы можете делать все, что угодно. В последний момент, не так давно, я здесь себе приобрел тот самый фильтр на автомобиль, которых всего три штуки в городе. А теперь я задам вопрос. А найдут ли здесь фильтры на Porsche 944? Потому что кое-кто очень сильно его захотел купить. И вуаля, и это есть. Пример развития Германии и прочего мира нам наука. Но мечты, пожалуй, мечтами нашими так и останутся. Потому как до 30-го года ловить-то нечего. Обещают и еще парочку кризисов нам подсунуть. Так что выбираем надежных друзей. Ну, мы должны с этим жить. Дело в том, что количество стартаперов в Америке сократилось на 50%. Новый бизнес никто не заводит. И вот масла Манулта начали производиться в тот момент, когда, я вам рассказал уже, когда деньги давались. То есть Советский Союз рухнул, и все. Был бы хороший выход из положения, если бы наше правительство также любому бизнесмену дало бы кредит, ну, допустим, под один процент годовых на 15 лет. Представляете, я бы сделал самое крутое телевидение. Я бы взял того человека, который камеру держит, пригласил бы своих любимых пенсионеров, у которых мозги покруче, чем у этих салак, которые сейчас на рирпроекции, там вам всякие вот такие позы, ля-ля, протополя, втирают. И все было бы хорошо. Но такого нету. Мы развиваемся, по сути, теперь сами. Ну, благодаря тому, что голова есть и мозги. И абсолютно не важно, где вы находитесь, если про вас говорят. Ведь главное, чтобы говорили. И вот мы уже который месяц рассказываем вам, как ведет бизнес автоцентр «Фаворит». Ведет бизнес хорошо и успешно. Ну, в общем-то, и теперь у вас есть стимул стремиться либо экономить вместе с автоцентром «Фаворит», либо, глядя на то, как он развивается, что-то свое мутить. Ну, если вы потом нам еще позвоните, мы вам обязательно поможем. А для того, чтобы убедиться в том, что здесь все постоянно развивается, необходимо просто приехать сюда, на выезд из города в сторону озера Соленое. Ну, здесь вот шурави уже, уже, конечно, слава шурави немножко притухла, но мы с ними поработаем потом.